Всем привет! Вы на канале Золотые ручки. Подарки своими руками. И сегодня мы будем делать с вами настольную композицию из живых хвойных веточек. Для этого я приготовила вот такую губку, в которую я буду устанавливать все живые веточки для нашей композиции. Но сначала я по размеру этой губки из картона сделаю коробочку. При намокании губка чуть-чуть увеличивается, поэтому круг для донышка я вырезаю на 1-2 мм чуть-чуть побольше, чем сама губка. Чтобы донышко было поплотнее и покрепче я вырезала не один круг, а два круга. Круги до того, как склеить друг с другом, я обклеиваю мешковины. Конечно, заместо этой формы, которую я делаю, можно взять какую-нибудь жестяную банку или подходящую миску. Но я решила сделать себе такую емкость, чтобы использовать ее и каждый год составлять новую композицию. Вырезали лепесточки и сейчас подклеиваем их по кругу. Второй кругляш точно так же обклеиваем и соединяем их вместе. Я вырезала вот такие бортики, их хотела загнуть, наклеить и потом тоже мешковиной обернуть, но передумала. Заместо картонных бортиков я буду делать бортики из пробки. Приклеиваем пробку по кругу. К мешковине она очень хорошо приклеится. Вот такая штука у меня получилась. Похоже что-то, она вроде подносика. Кстати, если у нее мандарины положить, уже будет очень красиво. И еще в композицию я решила добавить свечу. И в качестве подсвечника я тоже склею 7 пробок. Как его устанавливать, уже покажу потом. В флористическую губку помещаем воду, чтобы она пропиталась и увлажнилась. Оставляем ее, пусть она плавает на поверхности и пропитывается. На донышко моего подносика укладываю пленку, чтобы вода не пробегала. Губка пропиталась, она уже утонула. Можно ее доставать и устанавливать на место. При этом губка у меня выше, чем пробки. Но в этом ничего страшного, в этом даже есть плюс. Можно установить композицию так, как хочется. Лишнюю пленку обрезаю. В этой композиции я буду использовать веточки пихты. Веточки голубой ели. Давно мечтала посадить такую елю на своем участке. И я нашла отличный магазин Агромаркет 24, где сделала уже предзаказ на весну 2021 года. И скоро у меня появится на участке вот такая красавица, которую я выращу. И буду уже наряжать каждый Новый год елочку на своем участке. Обязательно весной я вам покажу распаковку с этого магазина, что мне пришло. И еще мне понравилось в этом магазине, так как я только начинаю сад огород свой вести. Они присылают на электронную почту очень хорошую информацию. Письма со статьями, где написано, какое дерево с кем дружит, с кем не дружит. Для меня это прям находка, а не магазин. Кроме пихты и веточек голубой ели, я приготовила веточки туни. И веточки можжевельника. Сейчас всю эту красоту будем собирать. Веточки для установки обрезаем под углом. Наискосок. И снизу убираем все хвоинки. И сейчас веточку можно устанавливать. Я хочу, чтобы композиция была вот такая вытянутая. Поэтому я равномерно подбираю такую же объемную веточку с другой стороны. И собираем композицию. Запах идет неимоверный. Этот процесс очень приятный. А с этой и с этой стороны я сделаю объем поменьше. Чтобы у меня был не круг, а вот такая вытянутая композиция. Беру маленькие веточки и наполняю весь край. Ой, какая красота вообще! Сейчас, когда весь край заполнен, я добавляю веточки другие. Веточки можжевельника, веточки туи и веточки голубой ели. Точно так же все веточки срезаю наискосок. И зачищаю низ ствола от веток и хвоинок. У можжевельника очень красивые веточки с ягодами. Я даже вот такие маленькие веточки все равно пытаюсь воткнуть и установить куда-то в композицию. И вот таким образом заполняем все расстояние, направляя веточки в стороны, оставляя здесь углубление, чтобы установить подсвечник. Сейчас заполняю композицию и понимаю, что самый крутой запах из этих веток это на первом месте можжевельник и на втором месте это пихта. Такая релаксация идет, заканчивать не хочется. Релакс закончился. Возможно сверху объем я еще потом добавлю. Сейчас установим свечку. Для этого берем склеенные наши пробки и шпажки. Между пробок есть расстояние, в которое я и продеваю шпажки. А с этой стороны буду втыкать в свечу эти шпажки. Таким образом, втыкая шпажку в свечку, я ее фиксирую на месте. Можно, конечно, воспользоваться термоклеем, но я не хочу в этой композиции использовать термоклей. Я хочу, чтобы это все разбиралось и на следующий год можно было еще что-то собрать. Таким образом, свечка очень крепко сидит на шпажках. Сейчас мне шпажки нужно обрезать и устанавливаем свечку на место. Очень крепко и безопасно получается расположена свеча. В таком положении ее запросто можно поджигать. Ну что ж, можно украсить дальше. Здесь уже все дело вкуса. Можно добавить корицу, звездочки бадьяна, шишки, елочные игрушки. Что хочется, то и добавляйте. Чтобы подчеркнуть красоту можжевельника, я буду в эту композицию добавлять елочные шары и игрушки. Снимаю крепление с игрушек. Беру флористическую проволоку. На конце проволоки делаю петель. Наношу капельку горячего клея и подклеиваю проволоку вовнутрь каждой игрушки. Таким образом, я буду крепить все елочные игрушки. Эти игрушки я не подклеиваю, чтобы можно было разобрать композицию. Просто втыкаю в те места, где мне нравится. И сейчас, кроме синего, нам не хватает в этой композиции белого цвета. Я добавлю вот такие ягоды. Ягоды уже на проволоке. Если длины проволоки не хватает, то можно нарастить ее с помощью тейп-ленты. Я буду добавлять вот такую малинку и сахарные ягоды. И тоже при необходимости наращиваю проволоку с помощью тейп-ленты. Добавим блеска вот таких блестящих веточек и золотых ягод. Ну что же, композицию я ягодами заполнила, все украсила. Она почти готовая. Я еще решила добавить искусственный снег. У нас в Краснодаре мало снега, поэтому я, возможно, по чьему-то мнению переборщила со снегом. Но я так по нему соскучилась, а у нас снега почти не бывает. О, замечательно! И последний штрих. Я добавлю двух птичек. Тоже прикрепила их на проволоке, просто прищепила проволоку к птичкам. Вот такая шикарная новогодняя композиция у меня получилась. Нравится вам или нет, напишите, пожалуйста, в комментариях. И, конечно, если видео вам понравилось, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok